В Севастопольском государственном университете на этой неделе произошло событие, очень важное для города. Теперь готовить энергетиков и судостроителей. Ведущий вуз будет совместно с конструкторским бюро коммутационной аппаратуры и Коралл. Севастопольский государственный университет подписал договор о создании двух базовых кафедр. Репортаж Анастасии Репиковой. Вот так по крупицам в цеху конструкторского бюро коммутационной аппаратуры создают умные сети. Здесь 8 производственных участков. На каждом делают устройства для повышения надежности электроснабжения. Так их называют инженеры. С этого года в производстве будут участвовать и студенты. В Севастопольском государственном университете открылась новая кафедра. Она получила название «Интеллектуальные сети электроснабжения». Студенты будут изучать современные методы электроснабжения, в которых во главу угла ставится надежность электроснабжения и при этом снижение стоимости для электроснабжающей компании. Снижение стоимости владения сетями, их обслуживанием, их строительством. Вместе с конструкторским бюро Коралл Севастопольский вуз будет готовить и судостроителей. Предприятие имеет большой опыт обустройства морских нефтяных и газовых месторождений. По их проектам создаются буровые и добывающие установки для Каспийского и Балтийского морей, а также шельфа Арктики и Дальнего Востока. Все это с использованием новейших технологий, которые и будут осваивать студенты. Они будут слушать лекции, они будут обучаться работе на компьютерах, на сложнейших и современных программах. Мы надеемся, что мы будем их привлекать к работе конструкторской, с тем, чтобы они максимально могли войти потом в производство. Первый набор на новые специальности всего 20 человек. Анастасия Литвиненко среди них единственная девушка. Строить корабли мечтала с детства. В ФНРМ нам сказали, что мы будем проектировать этот корабль, поэтому посмотрим, как это будет на практике. На сегодня в СевГУ создано 5 новых кафедр. Все они связывают образовательный процесс и реальное производство. Когда-то такая практика уже существовала, но, к сожалению, была утеряна. Сейчас в образовании решили наверстать упущенные годы. Именно поэтому выпускники будут не просто теоретиками. Одна из ключевых проблем высшего образования во все годы было то, что мы готовили специалистов, ориентируясь на технологии, которые уже в некотором смысле устарели. Университет гарантирует, что каждый специалист после получения диплома без дела не останется. Всех судостроителей и энергетиков трудоустроят на предприятии Севастополя. Анастасия Репикова, Александр Попов, Екатерина Шолохова. Вести Севастополь.